Мисс Россия 2017 становится Полина Попова! Ура, 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 ура! Пожалуйста, вручайте корону, вручайте корону, а ты, страшненькая, получаешь пончик. А, ты голодная, мы же поменяемся, а? Ну, конечно, все для тебя. Все? Нет, ну... В общем, пока страшненькая радуется, смотри, до конца будет смешно. У нас в гостях Мисс Россия 2017, Полина Попова, ура. Ты точи, точи, ну что ты ешь? Ну, с другой стороны, он не болеет. Он нормальный, у него три прививки. Надо знать, конечно. Ну, хотя бы, ну, откуси, чтобы все видели, что ты не умираешь, а что ты ешь нормально. Давай. Смотри, аж задрожало, ты видел? Это красавцы Лафрадзио Курочкины Соколов. Еще в субботу, друзья, она стояла на сцене под прицелом тысячи камер, а сегодня она в эфире Лафрадзио. Итак, мне нужна специальная музыка. Встречайте, самая красивая девушка страны. А у нас страна-то ого-го какая! Широка. Широка, да. Мисс Россия 2017, Полин Попова. Доброе утро. Вот как звучит голос самой красивой девушки страны. Ей 21 год. Спасибо, мне очень приятно. То, что знает интернет, то, что знает журналист, то, что знаем мы. Тебе 21 год, ты из Свердловской области, точнее, из Екатеринбурга. Все правильно. Все верно, да. Ну, а далее все слухи, неправды. Все это мы будем развивать сегодня по полной программе. Да, тем более, твое имя знает пока вся страна, но какая ты на самом деле, пока нет. И мы прямо сейчас, прежде чем расскажем, что тебя ожидает далее, предлагаем тебе за 30 секунд рассказать всей стране, какая ты есть на самом деле. Кто такая Полина Попова? Давайте попробуем. 30 секунд, твое время пошло, поехали. Начинай. Здравствуйте, доброе утро всем. Меня зовут Полина Попова, я из Свердловской области, точнее, из города Екатеринбург. Мне 21 год, я училась в художественной школе, играла на фортепиано, занималась большим теннисом, увлекаюсь горными лыжами, также люблю готовить, очень люблю готовить сладкое. Ну, в моей семье есть папочка и брат, они мясоеды, также я люблю готовить что-то для них. Я люблю мясо. Я думала, что, знаешь, я люблю мясо. Я люблю мясо, ненавижу диеты. Ты уже осознала, что ты, что самая красивая? Вот самая красивая в нашей стране. Я не могу сказать, что я самая красивая в нашей стране. Да говори, господи, можно сегодня все. У тебя корона есть и три миллиона. У меня была твоя корона, я бы вообще двери ногами открывал. Сказали отсюда. Ну, корону с меня уже сняли, и она в сейфе. Так что на данный момент я не могу так говорить. Когда корона будет на мне, я буду громко кричать, что я самая красивая. Сейчас мне нужно достойно представлять Россию. А сама приходит, вечером дома открывает, и тебе такая, я самая красивая. Корона моя, ты погляди, какая я. Ты делаешь селфи, да вы все не достойны меня. Впервые за 10 лет на конкурсе победила блондинка. Ура, наконец-то. Наконец-то блондинка. Я тебя блондирую. Молодцы. Блондинки рулят. Блондинки рулят, да. Так, скажи мне, когда ты поняла, что хочешь бороться за коронами с Россией? Когда я это поняла? Да. Когда я пришла на кастинг, и все, я поняла, что это мое. Я поняла, что это нужные люди, что там уже семья, там уже все прекрасно. И я поняла, что да, мне нужно вернуться, мне нужно продолжать, нужно продолжать бороться и добиваться своих целей. Тем более купальник есть, похудела, все хорошо. Надо кому-то показать. Ну, у меня всегда такая фигура, ребят. Всегда? Всегда чизкейки, эклеры, я все это люблю. И ни одной складочки, да? Нет. А что, ты занимаешься чем-то? Спорт, конечно. Спорт. Вон, посмотри, Насташку. Спорт. Отсутствие эклеров. Ходячая мышца. Молодец. Большая такая мышца. А подожди, ты говоришь, семья. А что, не было такого, как в кино показывают? Отсутствие туфель. Кто-то отрезал бретельку на платье. Или какое-нибудь стекло. Поцыпали. Ну, я уже давно в модельном бизнесе. И меня всегда окружают красивые девушки, женский коллектив. Я уже могу найти с каждым общий язык. И я близнец по гороскопу. А, ну, понятно. Я не могу сказать, что я двуличное существо. Но я могу найти общий язык со всеми. И на самом деле, что подсыпать, кому-то. Близнецы всегда остаются в умах людей, как хорошие люди. Хотя они не такие, на самом деле. Первое июня у меня день рождения. Первый день лета, солнышко, счастье. Когда я родилась, кстати, на Урале выпал снег. Это вот знак был. Это был знак. Давай сейчас мы узнаем, что ты на самом деле думаешь о конкурсе красоты. Понятно, что слова-слова. А мы будем задавать тебе вопросы о конкурсе Мисс Россия. Отвечай или постарайся угадать. Понятно? Прекрасно. Спасибо. Итак, поехали. Сашка, 30 секунд у тебя будет. Поехали. В каком городе впервые был проведен конкурс Мисс Россия? В Москве? Нет. В Париже. Сколько девушек из Свердловской области становились Мисс Россия? Три. Правильно? Нет, четыре. Три. Три. Третья. Нет, третья. Сколько стоит корона Мисс Россия в рублях по сегодняшнему курсу? На данный момент. А курс уже у нас какой? Я серьезно теряюсь в этих курсах. Ну, просто цифру называй. Ну, один миллион долларов. Корона. Правильно. Тридцать миллионов? Нет, нет. Один миллион долларов. Пятьдесят шесть миллионов. Пятьдесят шесть. Более шестидесяти миллионов рублей. Я еще в прошлом курсе живу здесь. Как зовут Мисс Россия, которая пела в группе Виагра? Мисс Россия, которая пела в группе Виагра? Ну? Я не знаю. Есть собака, а есть кошка. А, Котова. Молодец. Прекрасно. А кто из Мисс России стал Мисс Вселенная? Мисс Вселенная стала прекрасная Ксения Сухинова. Но она же блондинка. Нет. Оксана Федорова. Оксана Федорова. Оксана Федорова. Все, не успели мы последний вопрос задать. А столько было еще вопросов тебе. Ух. Хорошо, ладно, один. Сколько жемчужин на короне Мисс Россия? Миллион. Двадцать семь и одна крупная. Вот так. Но мы тебе все равно аплодируем. Миллион, ты молодец. Спасибо. Слово миллион, ну вы выучила. Не дам не разглядеть корону. Корону, правда, я не разглядела. Тяжелая? Она просто на меня. Серьезно. Меня предупреждали, что, возможно, будет больно, возможно, будет неудобно. Больно отдавать в плане, да? Может быть, Яна, да, это имела в виду. Но Добровольская, то есть она на тебя, на, носите. Нет, Яночка очень все мне аккуратно помогла, сделала. Я была безумно счастлива, и я не чувствовала. Она вот как была по мне, ребят, правда. А Добровольская не плакала, когда отдавала? Нет, Яночка улыбалась, говорила мне столько приятных слов, что я вообще, я была самая счастливая в ту минуту, в ту секунду. А мне кажется, Добровольская тогда просто ей шепнула что-то на ухо, мне показалось, что она сказала, не спи теперь, я вреду за твою корону. Это уже с ним. А мне это интересно, а почему, правда, если выиграла, да, конкурс Мисс Россия, почему не дают эту корону хотя бы на неделю потаскать, там, по друзьям походить? Дорого. Ну, понятно, но... Ну, вы представляете, миллион долларов у вас на голове, что вы будете с ним делать? Ну, тебе же дарят... Фотки, фотки, что? Три миллиона рублей дарят, правильно? Дарят три миллиона. Ну, уже есть чем отдать, если что, хотя бы какая-то часть. Не расплачусь, ребят, серьезно. У нас есть сейчас товар. Собак съел товар, вспомнил. Ни к чему. Мы тебе предлагаем его разрекламировать, но, естественно, ты не знаешь, что это. Ты сейчас заткнешь ушки, мы скажем на всю страну, что это, и ты будешь его рекламировать. Мы будем, естественно, тебе задать вопросы. Мы рекламируем... Кто это писал? Редактор. Хорошо. Редактор говорит, что Полина Попова не с России рекламировала стринги. Всем скажи внятно. Стринги, ребят. Возвращаем Полину. А как она так возвращается, вот скажи мне? Элегантно и красиво. Ну, надевай наушники. Давай. Встречайте, менеджер года по версии красавцев Love Radio, Miss Russia 2017, Полина Попова. Впаривай. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я хочу вам порекомендовать прекрасную вещь, которая будет украшать каждую девушку. Каждое запястье будет прекрасно смотреться в любое в любое время года, на любой вечеринке. Эта прекрасная вещь будет радовать глаз каждого гостя. Скажи мне, у тебя такая вещь есть? У меня такая вещь есть, да. В одном экземпляре или несколько? Нет, пока что в одном. Пока что в одном? Да. Как так? В одном единственном и неповторимом. Дорогая вообще или нет? Нет, не дорогая, но дорога мне как память. А есть варианты для мужчин? Память. Просто как бы ты говоришь, что только для девушек, да? И у каждой девушки... А, есть мужчины, которые тоже носят. Серьезно? Да. Скажи мне, Полина, вот мне бы пошло бы? Обязательно. Особенно сегодня в твой день рождения. Ты думаешь? Обязательно, пожалуйста. А в качестве подарка это можно этот товар подарить? Безусловно. А кому по большей части? Мужчина, женщина? Ну, конечно, для девушек. Для девушек. А мне пойдет. Спасибо тебе, конечно, большое. Подожди. По условиям хранения. Где хранить этот нужно товар или услугу? Ну, каждый хранит этот товар. Ну, по-своему. По-своему, да. Ну, конечно, должна быть шкатулочка, что-то аккуратненькое такое. А как ты скажешь? Вот на всю жизнь это или так? На всю жизнь, безусловно. Смотря от кого. Один раз и на всю жизнь. Ну, не один раз, но на всю жизнь. Ладно, мне кажется, пора тормозить. Как ты думаешь, что ты рекламировала? Что я рекламировала? Я рекламировала браслет. Ответ принят. Ты уверена, да? Ну, давай я тебе помогу. Ты говоришь, браслет. Мы тебе предлагаем перфоратор на выбор, стринги или лосины. Лосины? Нет. Это были стринги. Мы тебя поздравляем. На руке на запись ты еще ни разу их не носил. Денису выводим. Рождение определенно нужно носить стринги. Теперь попробую. Ты вообще честный человек? Конечно. Я всегда спрашиваю. Нет, я правда. Я очень искренне и честна со всеми. Я считаю, что это очень главное качество в человеке. А моргаешь, как часто, когда говоришь это? Ты думаешь, я здесь сижу просто так? Я уже психолога получил. Фиксирует. Смотри, у тебя будет ровно одна минута. Сашка за это время будет задавать тебе невероятное количество вопросов. Ты отвечаешь только было или не было. Говорить нет, нельзя пропускать. Ну, нельзя. Можешь один раз только уйти от ответа. Сказать, у меня корона. Отвалили. Раз, два, три. Я наблюдаю с твоими глазами. Время пошло. Убегала со свидания? Нет. Мечтала стать женой олигарха? Нет. Надевала вещи на покате, которые тебе не нравятся? Да. У тебя были проблемы с законом? Нет. Ходила на свидания за деньги? Нет. Посещала нудийский пляж? Нет. Забывала расплачиваться в ресторане? Нет. Ходила в стриптиз-клуб? Нет. Выращивала, выпрашивала дорогие подарки? Да. Носила заштопанное нижнее белье? Нет. Крутила роман с двумя парнями сразу? Нет. Обсуждала внешность подруг за их спиной? Нет. Занималась любовью на камеру? Нет. Пользовалась игрушками из магазина для взрослых? Нет. Обращалась к пластическому хирургу? Нет. Занималась любовью в общественном месте? Нет. Врала своим прошлым? Да. Отправляла свои обнаженные селфи? Нет. Жалела о своем первом сексуальном опыте? Нет. Целовалась с девушкой? Да. Воровала в магазине? Нет. Обсуждала лишний вес других людей? Да. Занималась любовью с одним, а думала о другом? Нет. Принимала таблетки для похудения? Нет. Имитировала оргазм? Нет. Да что ж такое? Вообще, как скучно ты живешь. Полина Попова, мисс Россия. Я тебе вопрос пропустила. Какой? Какой? Ходила по-маленькому в кустике? Я уже вам отвечала. Про кустике? Да. Ну хоть что, да. Ладно, это просто Сашкин небольшой фетиш, он собирает это. Вопрос. Выпрашивала дорогие подарки. Что именно выпрашивала? Я уже не помню, но я помню, был какой-то момент, что мне что-то хотелось, а я понимала, что я еще на тот момент не могла себе это позволить. Я уже достаточно долгий период обеспечиваю себя сама. И я уже забыла, что на тот момент я так хотела. А что у тебя есть самого дорогого из материальных вещей? Машина. Какая? Хорошая, беленькая. Кредит? Так и знал. Нет. Прям за наличку? Прям за наличку. Порш? Нет, мечта еще моя. Что? Калина какая-нибудь? Нет. Хорошая машина, хорошая машина для жизни, для девушек. На автомате вообще милое дело. Здорово. И главное беленькая. Главное беленькая, да. Что нам ожидать от тебя вот этот ближайший год? Какие у тебя планы, как Мисс Россия? Что ты хочешь сделать? Ближайший год, ну, я уже просто, я в таком восторге, что мне дан этот шанс. И я уже не могу представить, насколько вообще моя жизнь изменится, что будет впереди. Я хочу все по максимуму воплотить в жизнь, вообще в реальность. Понизить тарифы ЖКХ или что именно? Давай прям конкретно. Я не настолько могу глобально все изменить, но я понимаю, что вообще, какие люди меня окружают, какая семья у меня новая появилась, на что мы вообще способны и что будет происходить. Мисс Мира, Мисс Вселенная, конкурсы, благотворительность, новые впечатления, эмоции в плане развиваться как человек, получать новые контракты, пробовать себя в новых сферах. Выигрышные деньги, куда ты хочешь потратить? Прям действительно благотворительность хочешь отдать? Прям ни копеечки себе? Я не говорила, что прям благотворительность. Я сказала, что я не нуждаюсь в этих трех миллионах, возможно, я отдам эти деньги. Возможно. Возможно, да. А журналисты сказали, все отдашь на благотворительность, но куда неизвестно. Слушайте, ребят, какая мечта купить Порш, ну какая благотворительность? Нет, ребят, есть люди, кому это нужнее, а Порш подождет. У меня есть прекрасная моя беленькая машинка, я уже вам рассказала. Так, понятно, хорошо. По поводу трудовой. Ты целый год будешь занята, ну, должность, это, да? Мисс Россия – это работа, это должность. Во-первых, а как же отчисление в пенсионное? Есть что-то в трудовой? Будет написано? Мисс Россия, корона, повинуюсь, соблаговоляю? Так будет написано? Или что там происходит? Или это миф? Меня еще не повестили, я приеду в офис, мне обязательно все расскажут, покажут, пока, я не знаю, я владею такой же информацией, что и вы, ребят, серьезно. Ну, я скажу из уст, которые рядом со мной слева сидят, что, да, действительно, это работа. В трудовую книжку будет внесена надпись «Мисс Россия» 2017 года. Естественно, раз это будет внесено в трудовую книжку, будут пенсионные отчисления. Сколько они? Только пенсионному фонду известно. Угу. Мисс Россия, скажи. Я не знала. Уже, вот, видишь, человек обмануть там пытались. Нет, все, все хорошо. Понимаешь, Скаля, в «Мисс Россия» еще входит, что ты должна гараж построить и дом, понимаешь, покрасить. А ты все и рассказал. Ну, это ты, Александр. Скажи мне, а что по поводу личного? Там же запрещают, да, иметь отношения. По контракту, да, мы мисс, мы не можем выходить замуж, беременеть. И, ну, то, что не полагается мисс, мы не можем это делать. Мы же маленькие, юные еще девушки. Мы же не миссис Россия. Миссис Россия – это уже состоявшаяся женщина с мужем, с тремя детьми, восемь собак, да, все верно. А ты сама-то замуж хочешь? Или пока еще рано? Любая девушка хочет замуж, но не сейчас, я понимаю, Не в этот год. Не в этот год и не в следующие два, я даже думаю, и не три. Ну, и напоследок скажи, кто из российских артистов тебе нравится? Ну, говори. Из российских артистов. Ну, да. А у нас такие есть. Ну, пускай скажет, может, там, не знаю, Негур Крид какой-нибудь. Данила Козловский. Да что вы все в одну сторону знаете? Так банально. Вообще, да, да, да. Просто Яна Добровольская в прошлом году сказала то же самое, то же самое. Серьезно? Ей фамилию тоже. Прописано. Ладно, я скажу Иван Ургант. Опять одно и то же. А тот, кто поет? Николай Басков, он к нам приезжал. Уже лучше. Натуральный бронзин, наверное, только поэтому. Он к нам приезжал, да, он невероятный. Спасибо тебе большое, друзья. Спасибо вам, красавцы. Времени у нас, как всегда, в обрез, поэтому мы тебя аплодируем. Желаем тебе, вот чтобы этот год произошел так, как ты хочешь, продуктивный, и ты действительно добилась невероятных высот и выиграла Мисс Мира, Мисс Вселенная, Мисс Галактика. Все короны пускай будут твоими. Мисс Галактика, спасибо большое, мне очень приятно. Друзья, у нас в гостях была Мисс Россия 2016, Полин Попова, и мы прощаемся с тобой до завтра и слушаем Макса Барских Туман. А меня с днем рождения, пока. С днем рождения. С днем рождения. Все слышали сейчас, нет? Все? Все. Все. Ладно, уволим. Пока. Пока. Пока.